Здравствуйте, друзья мои, с вами Вин Кондишн, и сегодня на нашем уже регулярном телемосту Россия-Финляндия, Арне. Здравствуйте. А также к нам присоединился Зуев Фёдор. Приветствую. Известный вам по дектехам модерна. И, конечно же, я, Александр Хоббит-Тиран. И зачем же, вы спросите, три таких замечательных господина собрались в одной конфе? А для того, чтобы обсудить новый выпуск «Борьба за Иксалан». Обсудим мы разные аспекты выпуска, начиная с новых механик, которые появились, и заканчивая пригодности сета для различных форматов. В первую очередь для Лимитода, и, наверное, даже дойдем до модерна. Какие из этих карточек смогут лечь к вам в модерновую деку? Не, ну слушай, тут есть и такие карты, что винтажом заканчивать надо. Итак, Арне, начнем, наверное, с новых механик. Мне не очень нравится заглавная механика всего сета, когда нужно 10 перманентов на столе получить благословение города. Она достаточно простая и, по идее, удобная для Лимитеда. Но, тем не менее, на мой вкус она слишком скучная, и ее просто слишком много, и она форсится в этом сете просто, наверное, через меры. И мне кажется, они вполне могли добавить какую-то вторую такую общую механику для всего сета, а не бихать возвышения вот просто везде. Дальше мне не нравится то, что они банально порепринтили кучу карт самого Иксалана в этом сете, вот, допустим, как это Раптор. То есть таких карт не так много, но, тем не менее, это очень глупо, я не понимаю, в чем прикол. Ну, смотри, этих карт всего 4, насколько я насчитал. Сначала это у меня тоже вызвало некоторый диссонанс. Но это не в первый раз. Например, когда у нас был замечательный сет Ханы Таркира и Драконы Таркира впоследствии, там тоже репринтились несколько карт. Ну, наверное, их геймдизайнеры посчитали, что вот этот вот Раптор 3.1 без него никак. И вот эти вот парни-вампиры, которые ищут других вампиров у тебя в деке, ну, конкистадоры в Лимитеде, без них, ну, вообще никак не обойтись. Ну, и, конечно, как же обойтись без зеленого парня честного 6.6? С трамплай, да. Сейчас я до него... Александр, вы выпускаете еще тот момент, что в случае с Ханами и Драконами Таркира это было хотя бы Чельс. Там между ними еще судьбу успели перековать. Да, тогда как бы это было обосновано и сюжетно, и как бы нельзя было списать на усталость геймдизайнеров. А здесь, ну, все-таки у меня немножко закрадывается такое впечатление, что немножко поленились. Поленились. Ну, не могли 4 интересные карточки придумать. Дальше, и замечу, что они, конечно, реально дополнили все архетипы, ну, все 3 баллы в этом сете. То есть теперь в Лимитеде будет совсем шоколадный, и можно будет вот действительно прям вот совсем форсить архетипы. Например? Какие карточки? Их полно, на самом деле. Все 4 3 балльных архетипа можно даже, скажу так, то есть не обязательно их форсить. Они и так могут вполне себе собраться иногда, даже без того, чтобы их вот так агрессивно пикать на драфте. То есть это очень много карт. Другое дело в том, что куча карт, которые должны, по идее, поддерживать вот эти все 3 балльные архетипы на вот типах существа, они очень скучны. То есть мне кажется, они поленились не только в том плане, что они закинули несколько карт из первого сета блока, но они еще закинули кучу карт поддержки вот во все эти крючевые архетипы. Такие карты, которые просто, вот их читаешь, и ты понимаешь, что это такая ваниль. Ну, например? Там был какой-то вампирчик, это Анкамон за... Цвет и цену. Черный, черный, черный за 3, 2, 2. В общем, очень много вампиров, на самом деле, такая халтура. В плане того, что они могли сделать это какие-то гораздо более интересные обилки. То есть в этом сете, как и в X-Line, очень много дизайна было для новичков, для, ну, так скажем, лопоглазов и так далее. То есть как-то все... А, ты про этого летучего с лайфлинком? Да и про него в том числе. То есть много анкамонов, они слишком ванильные и простые, и как-то немножко отупляют магию. Ну, если я правильно слышал, у визардов сменился этот главный геймдизайнер. Если я правильно помню слухи, которые до меня доходили, то морожие его, кажется, звали, к этому руку больше не прилагает. И, возможно, это как-то с этим может быть связано. Ну, или большая ориентированность на новичков, на что сейчас давит визарды очень сильно. Это тоже правда. Ну, даже мы без лопоглазов, Арнел. А все остальные механики сета на самом деле старые. Это все тот же самый набег, это энрейдж, это... Какие он там еще? Набег, энрейдж. Механик же обычный пей, да? То есть, когда будет прилиз, и все судьи на каждом мероприятии, на каждом ивенте будут это, ну, как бы, стандартную свою речь толкать, им, по сути, будет достаточно просто сказать про этот ассент, про возвышение, и сказать, просто вспомните старые белки, как бы, предыдущего сета, и все. То есть, по сути, кроме этого, ничего нового. Ну, явно сет задумывался чисто как вот дополнение. Не развитие, а просто вот дополнить существует. Да. Так они же писали об этом еще в прошлый раз, когда опять переделали систему этой ротации, и они писали, что вот теперь мы делаем один сет большой, а второй так. Закончить историю. Лор добить. Кстати, арты неплохие. Limited архетипы хорошо поддерживает второй сет, вот для первого. Драфты будут два этих, два... Две барбы, один эксалан. Две барбы, один эксалан. Две барбаристки, да. Форсить прям необязательно. У каждого архетипа есть все, как бы, тема раскрыта в каждом архетипе. То есть, синергии полно. Мне на самом деле нравится, мне не нравится то, что они это где-то вот, ну, не знаю, примерно так треть, ну, четверть сета как-то похалтурили, мне кажется. То есть, могли сделать еще лучше, гораздо. То есть, это сделали очень просто, то есть, специально, чтобы вот расширить рынок, чтобы было больше игроков и так далее. Ну, да, вот если, допустим, входить в магию, то вот этот блок, на самом деле, очень хорош, как отправная точка. Да. Ну, все-таки у нас теперь нету, а может быть, они, кстати, скоро вернутся, корсетов, поэтому, ну, надо как-то им привлекать. В смысле, они же уже пообещали, что вернут корсеты, как раз-таки, по-моему, с этим летом должен быть, по-моему, первый. Нет, по-моему, после доминария. Давайте теперь обсудим детально некоторые карточки, которые вам вот запали в душу. Арне, вот что из карточек во время спойлера вас удивило? Короче, куча чернухи, вот этот вампир, кстати, белый, который вторая сейчас на экране. И есть это связывание. Ну, мне понравилось очень много черных карт, и, по сути, я радие за вампиров, как бы у меня небольшой байос в этом плане. То есть мне просто, как бы, нравятся агрессивные колоды на вампирах, которые умеют что-то хитрое делать. А тут мы получаем кольцо на ножках, которое, помимо прочего, еще имеет обилку очень такой релевантный. Я поясню, кольцо ты имеешь в виду Сулринг. Обливион Ринг. Обливион Ринг, извини. Обливион Ринг. Ну, то есть все перманенты, которые прячут под себя другой перманент. То есть мы получаем ремовал на ножках, который также еще качает своих, и кост, на самом деле, не такой уж ужасный. То есть, по сути, карты делают практически все в агрессивном метагейме. Посмотрим, насколько он будет агрессивный, на самом деле. А другое дело в том, что, в отличие от тех же Мирфолков, у вампиров есть некоторые классные карточки, но все вместе оно как-то недостаточно сочетается. То есть чего-то чуть-чуть вот не хватает. Вот. И еще там пара есть, наверное, моих любимых карт из всего сета. Сундук Мертвеца, который просто палом для мидрейнджа, для контроля колод. То есть за две маны мы по-любому кинем какой-нибудь fatal push в какое-нибудь существо, которое умрет. Допустим, мы пофлипали три карты. Допустим, это какая-нибудь земля плюс какой-нибудь ремовал, какое-нибудь мелкое существо. Это уже, на самом деле, такой относительно неплохой value. То есть мы за две маны, по сути, когда угодно, можем поставить какое-нибудь мелкое существо, чтобы отблокаться по трейдису. Это самый такой, я бы сказал, средний, даже минимальный вариант развития событий с этой карты. Да и, наверное, в лимите тоже будет неплохо его так положить. В лимите будет вообще бомба. То есть в лимите это будет дичайший палом. Ну и потом из черного этот диаболик и тютер с абсайдом, который типа тащит из сайда. Подожди, ты спешишь. Трофей злого гения. Да, вот этот трофей. Да, вот он, вот он, вот он. Давай напомним нашим товарищам, просто у многих юных, как ты говоришь, Лупоглазов, вызвал вопрос такую карту. Они, видимо, Луну не застали, там тоже была похожая карта. У них сразу, о, это я могу любую карточку положить? В случае, если вы играете в Констрактеде, то вне игры считается ваш сайдборд. Если вы играете в Лимитеде, то все, что вы вскрыли на драфтеле. Как обстоят дела с едыха, я, честно говоря, сказать затрудняюсь. А кухня это кухня. Да, если вы играете на кухне или просто по фану и договорились, что так можно, вы можете достать из альбома или, не знаю, там, стрейтпоста ближайшего. Ну, банально, половина Мерфолков мне понравилась, потому что они все что-то делают. То есть это синий-зеленый. Мультикалор, открой. Мне очень понравился Кумена, Тирантов Асканза. Ну, тот. Гриндер Мерфолков. Ну, этот, трехмановый и зеленый-синяя легенда. Да-да, вот этот 2.4. Да у них просто, им раздали все. То есть, если, допустим, просто с первым сетом, с Эксаланом люди говорили, что это чуть ли не лучший архетип на драфте, ну, в смысле, в лимите, то теперь это будет просто вообще кошмарище. Мне кажется. Хотя, подожди. Если бы было 2 сета Эксалана и 1 сет борьбы на драфте, в плане пачков, тогда, ладно, Мерфолки были бы совсем зло. А так это еще не настолько зло, потому что борьба очень хорошо поддерживает Эксалан, но не наоборот. А может быть, кстати, будет и наоборот. Посмотрим, посмотрим. Вампирчики будут гораздо лучше, на самом деле, в лимите. Мне очень понравилось, что вампирам издали еще одного лорда. Вот, смотришь на него дальше, ниже, ниже. Лейтенант Легиона. А, да-да-да. Вот. Я, правда, в рамках лимит до стандарта карты редко рассматриваю, но, как будто, если издает лорда, это заявка на племенную колоду. Мерфолку мы раздали уже, извините, в этом сайте полтора лорда, там еще этот Дайрвуд Элит, или как там называется, Зеленый Двухмановый, когда выходит Мерфолк... А, Дипруут Элит. То есть там, когда выходит Мерфолк, положите на другого Мерфолка под своим контролем жетон. Вот Мерфолк Повелительница Тумана, лорд. В комплекте с Мастер of Peril Trident и Лорд of Atlantis и Меру Риджей. Получается, можно собрать колоду Мерфолков из одних только лордов. Каждый друг друга накачивает. И более страдания, сожалению. Ты имеешь в виду ЕДХ, Коммендер, или что? Да что угодно. Да я в основном про модерн и Легаси. Я не думаю, что Новый Мерфолки, за исключением вот этой мификой легенды, особо нужны там в модерн и Легаси. Там хватает лордов и все прочего. Я не думаю, что стоит сбивать больше зеленых лордов. А я тебе скажу такое вот. Мы пробовали собрать с друзьями у Геймерфолков и пришли к выводу, что зеленый цвет нам не особо нужен. Нету карт, которые оправдывают переделку одноцветной, хорошей, стабильной монобазы в двухцветную. Что насчет Комена? Комена хорошо себя показывает, когда мы получаем стенка на стенку, скажем так. Но это, кстати, происходит в модерне чаще, чем казалось бы. То есть он позволяет добрать какую-то руку, когда не хватает, когда надо что-то накопать, там, какой-то ремувал, какой-то спрейдинг-сиз, чтобы сходить под Айланд Волком в атаку, просто подкачать своих, или он просто, пусть он сам бегает. Там все существа стоят на блоке, и этот бегает. Давай поговорим немного насчет мироходцев и других, как бы, общих мультикалорных карточках. Ангард, мне кажется, который из густеров, менее привлекателен, чем тот, который из детской деки. Разубедите меня. Ко, если ты начнешь сравнивать способности этого ангарта с знаменитой Liliana of the Wild, ты обнаружишь, что он, в общем-то, очень сильно на нее похож. Вот ты думаешь теперь над этим? Вполне себе. Это другое дело в том, что насколько он будет релевантный, это другой вопрос. Ну, сама карточка мне по себе, я считаю, что это вполне играбельно, но вот с контекстом надо будет, конечно, подумать. То есть, я не думаю, что будет overpowered, будет отыграть, вроде бы делает кучу всякого разного полезного. Ну, посмотрим, просто он в таких не очень удобных цветах, на самом деле. То есть, это надо какой-то Grixis Control, что ли. Вот я тоже задумался о Grixis Control, хотя их не очень много, правда, даже в том же стандарте, наверное, Аманхетта с часом еще поддерживают данное цветовое сочетание. Там всякие болосы, всякое что-то вокруг них крутящиеся, циклеры, цензуры, цветная монобаза Каладеша. Все это все еще поддерживают, но, тем не менее, вот я бы хотел, чтобы он стоил 4 маны. Но это ты зажрался. Это ты зажрался. Я полностью согласен, я зажрался. Дальше, пока я помню, хочу сказать, что вот такие карточки типа Азора и одноколорные пивни, вот в синим и в белом, тот, который 4-8 иностракт, был там флайнг и так далее. Ты правил динозоров. Ну, про ту тушку, которая хардкаст за 8 маны и про того, я не помню, там. Ну, спала, первичный рассвет или как-то. Вот, и, ну да, можно сейчас открыть. Про Азора я не могу много сказать, это, ну, играбельная тушка, причем она чаще всего будет не хардкаститься, а именно с чего-то подниматься, с гифтов. То же самое против, и то же самое про 4-8 тушку и про синего динозавра за сколько там, за 7 или за 8 маны, которые тоже возвращаются по праздникам. То есть, если понимать, сколько у нас всяких контрипов за 2 в синем, и понимать, что у нас есть просто, уве, гифты, ну, Газфороуз гифт, и есть рефербиш, который поднимает гифты и так далее. То есть, у всех таких вот, как бы, реаниматор колод, на самом деле, появляется очень много вкусных целей для реанимации. Вот, и мне кажется, колода будет, ну, то есть, она и так неплохая колода, на самом деле, в текущем стандарте, но мне кажется, она будет, по крайней мере, останется, если даже не станет лучше. Продолжая тему плейнсволкеров, у Атли лучезарная поборница. У Атли довольно привлекательна тем, что в подходящей ей колоде она может дорасти до ульты всего за один ход, а ульта у нее довольно-таки сильная. Какой-нибудь токенятник, мы можем вспомнить, как работали GW Tokions, по двухгодовой давности, если я правильно помню. Ну, мне кажется, тут именно и только токенятник, но тут больше ничего не зайдет. Какая-нибудь слон колода типа эльфов тоже имеет шансы, но им она не очень нужна. Она мне очень нужна. У меня бывший тиммейт, которым я до сих пор контактирую и дружу отлично и все так далее, он в декабре, что ли, получается, да, в декабре, где-то в середине, выиграл стандартное ПТК обзантакенами в стандарте. И это, по сути, BV колода, которая сплэшится в зеленом ради враски, в которую вполне может влезть парк опиуатли, которая будет там делать вот тоже непотребство. Но без моря кричей она, к сожалению, ничего не делает. Почему без моря кричей? Без четырех. Ты хочешь иметь четыре кричи на столе, когда первый раз говоришь ее в плюс. После этого она ультует, и у тебя каждое существо превращается, которое ты ставишь на стол, предлагаешь своему оппоненту, превращается в контри. Ну, каждая не по-контряная, разумеется. Там дело в том, что если ты, когда играешь против Абзана или Эспир токенов, можешь просто позволить, чтобы они принесли там какой-то дамаг, как-то забить на что происходит с другой стороны, если у тебя есть хороший геймплан против этой стратегии, то теперь каждый токен может превратиться в летальную угрозу из-за минусовой обилки. И когда остается куча токенов, то есть, ну, лишний движок, который позволяет, как бы, при вольте перебрать колоду достаточно быстро. Потому что там иногда, когда колода раскручивается, там очень много токенов сразу выходит на стол. И так ты докапываешься для, ну, большего количества, как бы, ресурсов и акшена. То есть, если там справились с какой-то первой, второй, третьей волной акшена, у тебя это будет в запасе сразу, как бы, полностью следующая волна. Я вот сейчас, кстати, на нее смотрю, и мне закрадывается мысль о чуть-чуть более контрольной версии бан токенов с этой, с чаркой Drake's Heaven, или как ее? Которая ставит Дрейка за доплату каждый раз, когда циклишься или дискардишься. Потому что у меня такое ощущение, что с этой эмблемой в конце хода дискардиться ты захочешь. Потому что этот, по сути, если ты получишь ультимейт у Атли, то тогда Drake's Heaven, ну, как бы, они друг друга кормят. Ну, да, что-то можно накурить. Другое дело в том, что в текущем стандарте это как-то слишком медленно неповоротливо. И у V-Cycling и так вполне себе колода, и у Атли там не особо поможет. Просто в чем прикол вот колод с Drake's Heaven? Они не хотят втапываться на свой ход. Вот, разве что ради того же Drake's Heaven. А в остальном они хотят просто держать ману открытой все время. Правда, чем справляться с токенами, нам тоже подвезли. Для этого выдали очень интересную, на мой взгляд, карточку. В синем Крафтлик Катпурс. Находчивая карманница. Которая, ну, на флэше ты ее просто ставишь, и все токены, которые сейчас должен создать твой оппонент, создаются вместо этого под вашим контролем. Можешь накручивать своего Кикиджики, свой Drake Haven и так далее, сколько душе угодно. Спасибо, они мои. Кто плачет? Зачем плакать? Я не то что плачу, я просто смеюсь так... Он уже хочет этим поиграть. Мне уже хочется как бы кому-то обломать малину. Также у нас в очередной раз что-то типа переиздали от Golden Demise, 12-я карта в черном цвете на этом сайте. Классический Инфест, Flame of Tendrils, Drown and Sorrow, который, кстати, да, опять с возвышением, который по праздникам своих не задевает. Тоже очень приятно. Очень приятная сайдовая карта. Это, кстати, помогает тем же токенам. Это очень будет хорошо лечить те же самые Мироры. Мне очень понравился фанатик Легиона Заката, который эдакий Elvish Visionary от Мира Вампиров, который тоже намекает, что колода на вампирах возможна. Мне, кстати, вот Герольд Союза тоже очень нравится. Даже в Констракте. А Герольд, да, они же, кстати, всех четырех трайбов есть. Да. Белый Герольд Легиона. Там, по-моему, один или два из них такие так себе. Ну, просто это, мне кажется, у Пиратского самая большая вероятность заиграть в Констракте. Ну, как бы просто наспамил, там, в атаке Дрейн, на входе Дрейн и так далее. То есть вот так это попинговать потихоньку. Кстати, этот, Чемпион Заката, третья карта Чёрного, тоже может хороший, если-таки что-то подобное случится. Правда, в этой я вижу уже гораздо слабее. А, Поборник Заката. Ух ё. Ну, Пейнфул Трус по количеству пиратов. Не, вампиров. Вампиров. Ой, фу, извините, оговорился. По количеству вампиров. Да, неплохо. Проблема в том, что, несмотря на то, что есть Лиджианс Лендин, есть там трёх-четырёх-мановые, как бы, такие на плодилке для вампиров. Не знаю, как-то это немножко медленно-неповоротливо. Туда, конечно, можно попробовать как-то запихнуть стокпайл или что-нибудь в этом роде, чтобы начать реально как-то спамить. Не в том, что медленно-неповоротливо, а в том, что, когда ты его хочешь начать ставить, это тебя может случайно убить, это раз, либо ничего не сделать, это два. С другой стороны, для... Он уже тянет карту за самого себя. Одну карту, получить одну карту, потерять одну жизнь, это не особо сильный эффект. Давным-давно, во время инвазии, был у нас такой чувак за Uncommon, за 6 ман 4-4 на входе, типа, Сайнен Плат, то есть потеряй два хита по дровой две, и была, типа, реально классная карточка. Тут мы получаем что-то в этом же роде за 5 ман, и потенциально получаем больше карт при тех же статах. Фиг его знает. На самом деле, это может быть отличнейшая карта после сайда против мидрейнджей контролей, когда нам не надо так сильно размениваться в ранней игре, это в комбате. Вот, то есть это нормально такой продро на ножках. Плюс у нас еще и Элвиш Виженери как бы есть. Мне кажется, вампиров... Короче, если будет такая мидрейнджей контрольная мета, у вампиров есть, кстати, неплохой шанс заиграть, как констракт типовой дочки. А мидрейнджа контрольная, она может встать довольно легко, потому что, ну давайте пока что не будем уходить от черного, нам издали Moment of Craving, эдакий... А как же Кровоток? А что Кровоток? Это... это... первая карта, первая карта в черном, мы сейчас на нее смотрим. Ну это не имвау. Мне кажется, это имва, то есть это автоинклюд во всех вампирах, это в сайт, просто 3-4 штуки железно. Нет, ну вампиров, да, вампиров, да, но я имел в виду про мидрейнджово контрольные колоды, я сейчас говорил немножечко о другом. Дисфигур, который генит нам немножко хиточков, поможет сдержать раннюю агрессию. Если Монорет, вернее Рамуна, про это никуда из стандарта не уйдет, эта карта может вполне немножко лечить этот матч. Ты про жажду сейчас, да? Да, да, да. Ну, Дисфигур, минус 2, минус 2, получи 2 жизни. На Инстанте, по-моему, такое вообще прекрасно. Ну, было же, кстати, это Сайфон Сол, или как он там за две черные делал примерно то же самое. Чупакабра классная на самом деле собачка. Чупакабра — это просто шрикмо, немножечко слабее, немножечко страньше. Да, только любое... Тебе некуда ее утилизировать. Нету лимита по цветам. Когда я увидел Чупакабру в первый раз, ее достаточно быстро заспойлили, я вспомнил, что еще до этого сета у меня была идея что-нибудь забавное, так, для ФНМов, по крайней мере, собрать на гармошке, на панхармоникам. Вот, а теперь появился как бы дополнительный стимул. Из-за всяких Чупакабр и так далее. Мне, кстати, еще очень понравилась отмена местная, первая карта синего цвета, базовый консел, но после атаки за копейку отменяет любое заклинание. К минимуму, я тут точно знаю, что этим будут играть Гриксис Тени модерновые, ну, и Эспер Тени, соответственно. Потому что в атаку они ходить любят, контрить они любят, и много платить они вот вообще не любят. Не верю в это, потому что смотри, он врубается за одну синюю только когда ты сходил в атаку, да? То есть это твоя вторая мейнфаза, когда ты, допустим... Нет, это не твоя вторая мейнфаза, это после назначения атакующих. А, типа, если там это попытается какой-то... Как только существо назначено атакующим, у тебя набег уже включился. Ну, пошел в атаку, там, Тенью и Анвеллером. Ну, хочу снапкастера. За копейку нельзя. Все. Другое дело то, что там место найти для этого. Так у тебя Стабборн Дэниеллы получаются немножко похуже. Ты можешь держать две копии Стабборн Дэниелла в сайде, а в мейнфаза положить такие. Они немножко шире. Ну, это, кстати, одна из немногих карт в модерне, которые... Ну, точнее, одна из немногих карт в этом сете, которая мне видится в модерне. Мне еще, кстати, очень не понравился этот... Ривервайз Аугур. Аугур и рекознатиц. Потому что у меня есть просто строгое предубеждение, что все бронешторм-лайк-эффекты обязаны оставаться в Легасе и не приближаться ко всем остальным форматам. Раз уж мы заговорили... О Легасевые модерновые форматы... Вот вопрос от Родиона Боброва. Блудсан. Пока здесь у нас Джадж. Расскажи, пожалуйста, мне, по каким праздникам оно будет работать и не будет работать. Например, с феечками, с каверну в соусом и с прочим, Федя. Вопрос к тебе. Феечка становится землей, которая ничего не умеет, ничего не делает. Урборг, соответственно, тоже. Какая там еще была земля? Ну, каверну будет давать бесцветную манку. А вот мне говорили, что нет. Все-таки в зависимости от того, в какой последовательности они приходили, все-таки, наверное, да? Не, ну логично, что в какой последовательности они приходили. Ну, подожди, я поставил каверну. Я рассматриваю... Я поставил каверну. Назвал там, не знаю, Мир Фолков. Вот. После этого мне ставят Кровавое Солнце. Каверна работает как должна. А почему? Разве это не способности? Это вроде как не маноспособность? Ну, про... В смысле? Дать ману какого-то цвета, это маноспособность? Нет, нет, нет. Я не про маноспособность, а невозможно поконтрить. Ты даешь ману с определенным свойством. Ага. Это просто... Это не дополнительно. Это как бы включено в эту маноспособность. Все, теперь я понял. Да, все так. Так, но если у тебя Кровавое Солнце уже стоит на столе, и ты пытаешься поставить каверну, то у тебя не работает эффект замещения на тему назвать тип. Ты ничего не называешь. Ясно. Теперь понял. Ну, по-моему, это неплохой стакс-эффект для каких-нибудь едыхашников. Но это в Легасе, кстати. Да, это в основном Легасе, чтобы, например, те же Эльдрази могут спокойно ее поставить Турн-1 за Махаку, Сименс перед Гайд, положить Бладсан и сказать, что ну, теперь твои Вейстланды не работают, мои эти Сити оф Трейтерс не сакрифайсятся, и что там у нас еще есть неприятного из этого? А, твои порты мне ничего не загибают. Да, и вообще ставьте меньше, чтобы ходить в атаку. На самом деле, мой тиммейт Макс Крисеевич говорил, что это в основном просто сайдовая карта против земель в Легасе, против архетипа. Вот и все. Да, я тоже согласен. Но, с другой стороны, там в Легасе столько всяких эффектов, которые не особо хочешь видеть у вражеских земель. Ну, против какого-нибудь ДНТ тоже что-то делает. Кстати, не уходя далеко от Бладсана, хотелось бы еще отметить красного Снапкастера. Феникса, имеешь ввиду? Нет, Снапкастера, ты верни обратно. Вон, сорви голова лютой флотинии. Без флэша, но, по сути, карта делает ровно то же самое, что делает Снапкастер. Да, там еще другой один, карта классная, другое о том, что я на практике себе это слабо представляю. Возможно, будет просто как интересная садовая карточка в монорейде в сайте, просто мейном я ее в монорейде не вижу. Я вижу скорее другую двухмановую рарку в красном, которая этих токенов 1-1 плодит. И мне, кстати, интересно, можно ли как-то перекроить монорейд, чтобы туда влез вот этот буконьер. Какой буконьер? Рядом который. Дерзкая буконьерка. А, 2-2 за 1? Тебе достаточно всего лишь пирата на руке иметь? Ну да, там... А, Корезев просто показать и все. Ну да, Корезев же вроде бы пират. Да. Но все равно надо немножко перекроить монорейд. И, кстати, как по мне, если в Констрактеде будут в какой-то форме играбельные пираты, даже, допустим, после того, как отротируется, складаешься манкетом, это, скорее всего, будет просто Гриксис-версия с четырьмя этими территориями и довольно-таки дикой монобазой. Просто есть очень классные дешевые карты в красном и в синим, и, тем не менее, ты не хочешь от черного отказываться, потому что я ОР по себе как бы не сильно вижу. Но если брать УБ или БР, если брать именно это в форме пиратов, то у них чего-то понемногу не будет хватать у всех. То есть, скорее всего, надо пытаться какой-то Гриксис мучить. Кстати, Италия вполне неплохая карта в какую-нибудь панзу, рампу и так далее. Если будут динозавры играть в стандарте, то вот эта вот безрассудная ярость по-любому там будет в мейн-деке. Вот. Феникс мне очень нравится. Да-да, я как раз его открыл. Да, он классный, он играбельный. Я хочу заметить. Мифик играбельный. Будет стоить денег, будут им играть в разных колодах. Это не единственное, как бы, что мне не нравится, что вординг так очень скучный. То есть, это то, как он возвращается с работы, достаточно скучный. Визарды могли немножко поинтереснее сделать. Но как они сделали, это будет просто типичный такой мифик, который будет там в пачке дек. Просто в независимости, что это, практически вне зависимости, что это колода тела. Это будет и там, и в агре, и в мидрейнджах, и везде. Просто потому, что это вот такой типичный мифик полом, который будет всех вот запаривать. Ну, по-моему, он очень напоминает этого Феникса из Ханов Таркира. 4.1, который в оборот не превращался, когда его пытаешься убить. Он просто один в один по своей структуре. И тогда он играл очень активно, и сейчас, я думаю, тоже будет. Когда появлялся Иксалан, когда я видел вот эти вот все большие динозавры какие-то, видел какие-то интересные карты, я подумывал и прогнозировал появление рампы. Возвращение колоды рампа вот в новом сете. Но рампи немножко не довезли, несмотря на то, что вот был этот трехмановый динозавр, когда ему наносишь урон, найди базовую землю, положи и так далее. Рампу не завезли, рампи немного не хватило. Сейчас у нас появляется одномановая вариация на тему Эксплоры в зеленом. Турн 1 вы можете за одну зеленую произвести разведку, после этого сделать дополнительный лендроб. И двухмановая зеленая вы можете найти в своей колоде базовую землю и положить ее тоже повернутой. Да, и не забывай про Туэксплор. Это который 1 ГГ, 2.1 на входе Эксплор Эксплор. Да, и она тоже. Разведчица нефритового света, вон она как раз, кстати, собственно, на экране. Плюс у нас есть Вейворд Свортуз, который говорит, что вы можете делать дополнительные лендропы в каждом ходу. Стоит всего три маны. И вот с этими вот Эксплор, Эксплор, много Эксплор, и дополнительные лендропы обретают какой-то смысл, какую-то завершенность. И таким образом можно будет уже достаточно быстро выходить на огромных и начинать их предлагать. При поддержке вот той красной одномановой, которая 4 дырки в существо, а 2 дырки в свое существо, ну о которой Арно говорил чуть ранее, будем прокать, заставлять срабатывать триггеры от своих динозавров от Enrage. Будем это делать регулярно. Там потрясением основ тоже можно многого добиться. И кстати, как мне кажется, ради вот этих Эксплор, Эксплор и так далее, и ради того, чтобы была опция кастить вот эту ярость, которая требует 2 цели, рано, мы увидим в рампо-колоде, скорее всего, как нам подсказали на топдейке, орнитоптеров. Вполне возможно, да. Чтобы можно было кастить эту одномановую карточку с Эксплором, как бы на первый ход, и чтобы вот эту ярость тоже можно было кастить рано, то есть мы как бы сжертвуем по существо, но зато мы кастим дешевый ревомал за копейку, как бы сразу. Слушай, а кстати, а чем играть орнитоптерами? Ты разве не хочешь больше играть баллистами? Мне кажется, и те, и те будут. Кстати, как минимум у нас есть... Уградил то, что баллист, то ты сразу не поставишь. Ну да, тоже, правда, согласен. Также, кстати, очень радуют полезные репринты в этом сете. Это нам снова дали негейт, снова дали шаттер, снова дали пламя, какие-то такие базовые, но приятные глазу карточки. Мне кажется, сет будут скрывать много. С шикарным артом я уже хочу четыре таких файловых негейта. А, кстати, вот про пустить по ветру как раз говорили в самом начале. Мне кажется, это очень полезная карта, чтобы дешево свои ТБ-триггеры заново говорить. Плюс еще можно заново использовать ТУ-каст-триггеры. Там от Уламогов, от Амракул и так далее. Потому что разыгрываешь без уплаты монокост. Мне кажется, карточку будут пытаться ломать все и везде. В модель это я уже придумал, как ее сломать. В Манаутрон закладываешь и тебе хорошо. Турн-4 Уламог, турн-5 Уламог. Поговорим про... Да. Согласен. Будет очень весело как бы наслить за этой карточкой. Мне кажется, она будет стоить денег и будут ее впихивать вообще во все форматы. Давайте поговорим про мультикалории, конкретно про трансформирующиеся карточки. Да-да, в обычном Иксалане сейчас я насколько кроме Асканты, Компаса и, соответственно... Легион. А, Легион же еще заиграл. Да, Легион и Зеленая заиграла. Не до гайка, которая дает манку по количеству. Она не заиграла. Она по общению заиграла. Да, она не заиграла совсем. Ну, я имею в виду, все-таки, люди ее в другие форматы ее растащили. Вот. Здесь мы видим, естественно... Какие? Почему я об этом не знаю? Ну, слушай, вы ЕДХ-шник и все растащились. Ой, ЕДХ-шников можешь даже не упоминать. Ой, 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 ладно, ладно. Что не играет в ЕДХ, то выкидывается в помойку. Хорошо. Штурм-сокровищ. Талавиан Академии. Но проблема в том, что передняя сторона этой карты не окупает свои четыре маны вот вообще никак. Она имеет смысл только на обороте. И это катастрофически обидно. И, соответственно, будет играть только в том случае, если вы играете и так уже артефактной колодой. То есть, например, с новыми венями колокольчики с Вирофф Инвеншн могут ею пользоваться. Афня, если зачем-то внезапно захочет, тоже может, но маловероятно. А может быть, мы создаем какой-нибудь новый билд Афни? Короче, карточка прикольная. Но играть я ее, конечно, не буду. Да, вот это классический пример. Потом еще мне вызывает недоверие черно-белое, которое экзалит существ. То есть, это медленно и неповоротливо. Единственное, что это энчантмент, который есть петь особо не просит. По праздникам, по экзайлу, экзайл. Оборотная сторона очень классная. Другое дело, просто они решили так все сделать, все это дорого. Из-за того, что экзайл ключей, на самом деле, в стандарте сейчас это очень классно. Из-за всяких там скоробеев и прочей фигни. А, Казарен. Мне кажется, что они так испугались всякими там банами, и то, что очень много карт оказались поломаны, что сейчас они намеренно замышают манно-косты у многих карт. Вам не показалось? Ну, это в том числе, да. Ну, это в том числе просто потому, что ты хочешь делать пауэр-левел отличный от старых карт. Так, именно конкретно в этой карте я не считаю... Ну, как бы, сама она за три маны, это честно. Экзайл за пять маны тоже нормально, потому что мы не тратим на это карт. И мы используем это в качестве многоразового ремоуала. Опять же, мы тратим на это пять маны, потому что мы не просто изгоняем далеко и надолго, а, тыкай кнопочку, можем когда-нибудь получить эти существа обратно. То есть, мы изгнали оппонента у бога с корабеем, мы поиграли с самим богом с корабеем. Короче, синглтон в сайде из пера проуч. А, майном. Майном? Нет, майном медленно. Потому что это многоразовый ремоуал, который не просит кушать. Даже если ты на колоду без существ, у тебя всё равно всё хорошо. Пока в формате монарет это сайдовая карта. Ну, нет. Дальше подъём Хаданы, который вот у Гэр, в смысле зелёно-синий, мы автоинклюд мирфолков в количестве одна-две штуки минимум. Просто как бы делает всё. Вот. Просто делает всё. Возможно, на одной даже хватит, потому что это легендарная. А мне она показалась созвучной с её цветовым сочетанием. И дополнительной сайдом, когда надо будет гриндить кричёвый матчап и стенка на стенку. БГшная тоже очень крутая, на самом деле, аура. Ну, конечно, это одноразовый персистан-дайинг, и потом начинаем гриндить. У нас каждое существо, которое ранее умерло, мы можем заново получить. Ну, это будет жесть. Я, короче, буду просто прилипать к телевизору, когда на Твиче будут её показывать в констракте, как там начнётся этот гриндинг. Это просто будет настолько шикарно смотреть, вот, на каком-то ГПшке и так далее, на про-туре. Вот. Путь тоже, кстати, прикольный. Единственное, цветовое сочетание такое странное. То есть, это что, получается, сплэшить с монорет на белый, или что нам надо сплэшить? То есть, просто РВ-шка... То есть, карта классная, на самом деле, вот эта... Ну, и послэш, фонорет на белый, тебе фасланды из Каладеша, РВ-шные, позволяют это сделать. У нас много... В модерне она тоже может спокойно зайти в бурн, она там флипается очень легко, и может дать газку на поздних стадиях, когда болты уже кончат. Короче, карта классная. Да, карта классная, надо просто эту деку под неё подстраивать. У тебя под любую новую карту надо колоду перестраивать, это как бы факт. Эм, врата, ну не знаю. Врата, да. Их очень сложно переворачивать. Оборотная сторона, конечно, очень сочная. Переворачивать их сущее мучение. С другой стороны, артефаль, который за одну манку позволяет полутиться, что-то покопать. Едахат, едахат. Едахат, само собой, можешь даже не упоминать. Ну, какая-нибудь мортира её может попользовать. Не знаю, изгнал землю инспектора Раллера в раз, изгнал одного из ховков своих, флипнул, получил 50 маны, и всё хорошо. Поставил мортиру, ой, эту мортиру, баллисту убил. Чё там Страшискат делает, когда он флипается ещё раз? Это улучшенный Урзус Фактори. За 4 маны создай фишку 4-4. За там добавь 2 маны. Мне кажется, это будет играть в тронах. Так, подожди, этот... Обратно... Ремоал. Это всё часть одной обилки. То есть, по сути, надо что-то на столе, чтобы с чем он дрался из своих, потому что под вашим контролем. И то есть, его просто так флипнуть без файта со своей крючей не получится. Ну да... Если какой, он держит с существом под вашим контролем? Да! Ииии... Ииии... Ну тогда и идёт. Всё нормально. Ничего не изменилось. Ну то есть, она интересная, но она гораздо хуже, чем казалось бы. То есть, флипать будет сложно. Ну он Defender, то есть, когда флипаешься с моей, он флипается в землю, которая даёт 2 маны сразу. Причём... А, любого цвета. О! Одного любого. Одного любого. Но тем не менее, приятно. И когда флипается, это просто капец. Это просто Финиш, Суидиш, Норвиджин и так далее. Это просто Дубай этот... Как... Не, подожди. Катар Аирлайнс, когда он флипается. Ну, а что артефакты? Ну... Бессмертное солнце. Карта интересная. Если вы не играете мироходцами, если вы играете с существами, карта хорошая, интересная. Но куда она может зайти? Никуда она не может зайти, потому что она стоит 6 ман. В какую-нибудь рампу она, может быть, может зайти, потому что только рампа может добраться до 6 ман. Ну, в модерне, ну не знаю. Только те люди, которые не могут найти себе корнов в трон или трон. Только они будут ею играть. Все. Итак, друзья, наболтали мы всего многого. Надеюсь, это было вам полезно и интересно, и вы оставались с нами все это время. И теперь давайте быстренько свой топ-карт, которые больше всего запали в душу. Арна? Сундук, тьютер за 4, практически все мирфолки, и есть надежда на вампиров, что они такие будут констрактить. Фёдор, вам, как модерноведу, слово. Ну, это первым делом, разумеется, Адмирал Сордер, отмена за копейку. Ну, не совсем, да, но тем не менее, приятный репринт Сильвергил Адепта и принт ещё одного лорда Гриндера и Дроволки для мирфолков. Отмена за копейку, как допилили идею мирфолков в этом сайте. Ну, вот именно, чтобы сделала бах, такого нет больше ничего, пожалуй. Я добавлю ещё одно, для стандарта, пачка вкусных бивней ВВ-гифт, ну, для фараона, который был топ-2 про Тура. А что же нам пикать на драфтах, господа? Прямо вот то, что вот прям вот видишь карточку и точно пикать. Ну, в мирфолков дофига, как бы, классных команов-анкоманов. Что ещё? Весь разгон, скорее всего, который есть, рампа или там всякие эксплоры и поиски и так далее. Детёныш — это просто имба, потому что это анкомон за две. Вот. То есть, я бы так сказал, в то время как в Констракте это не особо, а в Лимитиде всякие динозаврики и всё, что с ними связано, до сих пор будут, мне кажется, топчик для Лимитид. Пикайте одного из Элдеров и побеждайте. И не будем кривить душой, естественно, нам интересно, какие из карточек сейчас ценятся наибольше всего. И вот из нефайловых, конечно, это наш босс Мирфолк легендарный, зелёно-синий. Он стоит сейчас 15 баксов по сетям. Дальше идёт Блудсан, Уатли и, естественно, все мифики ценятся очень хорошо. Ну, Блудсан поднимется, Кумена упадёт. То есть, моё предречение. И Азор, кстати, тоже поднимется. Да, из файлушек сейчас Азор стоит 40 кет, по предположениям StarCity Games. И, наверное... ЕДХ-командер. ЕДХ-командер. Блудсан и на третьем месте всё-таки наш трёхголовый динозавр. Наверное, его будут брать какие-нибудь сумасшедшие коллекционеры, которые собирают русскую файлу. Нет, а там, кстати, вот с этим динозавром, там не сумасшедшие коллекционеры. Ты просто смотришь на этого динозавра и у тебя, нефлекторно, вспоминается комбас Great Whale. Или Змей Горэндж. Тарам-тарам-там. Пум. Ну, при чём тут Змей Горэндж? Ну, три головы. Нет, комбаггер с Great Whale. Когда он входит на поле боя, разверните семь земель и... Дэд-дэй-навигатор, который с ним соулбондится и за две манки флипает. Ну, это... Блинкает. Закрутка в бесконечную ману. Только Great Whale сам по себе ничего не делал, и у тебя получалась просто бесконечная мана. А этот товарищ расстреливает весь стол, к чёртой мать, и гинет бесконечные хиточки. А так всё нормально. Мне кажется, value сет достаточно неплохой. Вскрывать его стоит. Наверное, даже будет лучше в плане денег, чем и к Солану, в смысле первый сет. Вот. Сейчас на цены Star City ориентироваться вообще не стоит от слова совсем. Они очень приблизительные, да. Они очень приблизительные. Половина того, что они сейчас не особо ценят, залетит, а другая половина, наоборот, упадёт. То есть не торопитесь, короче. Что мы пожелаем нашим юным слушателям и зрителям? Бросайте магию, пока не затянуло. Да, это мы всегда советуем. Не вскрывайте бустера, бросайте магию. Идите на улицу, гуляйте с девушками, смотрите им в глаза. Вот. И пекайте элдеров на драфтах. На нашем традиционном телемосту России и Финляндии были Александр, ваш бессменный хобби-тиран, Фёдор, наш модерновых дел мастер, а также Арна, наш засланец. Мы, кажется, придумали тебе секретное прозвище, Арна. Как ты к ним относишься? Засланец ты будешь. Всем пока, удачи, друзья мои. Да, ищите свой Вин Кондишн на прелизах, в тех форматах, которые вам нравятся. И Вин Кондишн прибудет с вами.